МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вечерняя Астрахань. Об атмосфере театра поговорим с нашими гостями. У нас в студии главный художник Астраханского драматического театра Марат Джамалединов и художник-постановщик Анна Федорова. Здравствуйте. Давайте сначала зрителя с вами познакомлю. Тем более, что Анна приезжая гостья, приглашенный художник-постановщик в нашем драмтеатре, но в определенных кругах большая знаменитость. Я с вами сама не знакома, но вычитала. Смотрите, 40 спектаклей в разных городах. Москва, Санкт-Петербург, разные регионы России. За рубежом, в Польше, проекты в Токио, в Греции, в Японии. У вас проекты, учебные спектакли со студентами, в театре МХАТа. То есть вы достаточно активный такой художник-постановщик с большим опытом работы. Марат в Астрахани многим известен как художник тоже, который Москва, Питер, заграница с картинами. Сейчас ты главный художник драматического театра. Я молодой театральный художник. В театре молодой? Да. Начинающий в театре. Вот поэтому к вам такой вопрос. Вы видите здесь, вы видели везде, уже во многих местах, в том числе и не только в России, зрителя, театрального зрителя. И очень хочется от вас узнать, как зритель воспринимает художественную часть театра. Везде ли зритель одинаков? Приходится ли, делая вашу часть, художественную часть спектакля, постановки, делать поправки на провинцию в Астрахани? Вот такой длинный вопрос. Ну, теперь вам даю слово. Отвечайте. Зритель действительно разный бывает. Но можно встретить провинциального зрителя в столице. И точно так же, наоборот, это не категория, которая стоит измерять то, что ты хочешь сделать. И в художественном плане никогда не делаю скидку или нет учета контекста. Какой-то город. Контекста, да. Потому что, нет, конечно, бывает, есть об этом размышления, но в целом всегда хочется решать, себе ставить задачи, решать, которые интересны и важны. И тебе самому, ну, мне, как художнику. И если это делается, ну, поиск производится на насыщенно и глубоко, то он, как правило, затрагивает зрителя. Если этот замысел осуществляется еще, то есть есть же процесс от идеи до реализации, и потом это, я имею в виду, художественную часть, плюс потом подключаются, ну, то есть артисты начинают жить в этом. И на нас зависит тоже, насколько они примут эту идею, да, режиссера и художника, и войдут в нее, найдут там для себя интересное, и заживет эта вещь, и тогда отклик всегда будет. Это как правило. Если что-то из этого не случается, тогда другое дело. Марат, ну вот у тебя проект «Главные слова» развился в драмтеатре интересным образом. Мы видели, как это развивалось? То есть у тебя-то на коротке уже, наверное, да, со зрителем в этом плане отношения. Ты как воспринимаешь зрителя в театре как художник? Ну, здесь немаловажно, какую задачу перед тобой ставит режиссер, потому что это и царь и бог, человек, который принимает ответственные решения, и его непосредственный помощник, компаньон. То есть это непосредственно очень важная часть того, что вы хотите вместе донести. И одно дело, если это какой-то, ну, мой личный авторский проект, я здесь могу уже сам брать ответственность на себя и инициативу. Но театральная история, это все-таки, да, здесь командное... Сотворчество. Сотворчество, да. Когда в этот момент вы становитесь единым целым, и при всех положительных обстоятельствах получается то, что потом будоражит, так интересует зрителей, ну и так далее. Я поняла вашу позицию. Вы скромные. Вы, то есть, главный режиссер. Главный в постановке все равно режиссер в театре. Но ведь есть же такие выразительные средства, которые только ваши, и без которых, наверное, постановка, спектакль был бы другим, да? То есть вот какие выразительные средства у вас в руках? Ну, немножечко приоткройте завесу тайны над вашей работой. Что есть такого вашего нового, оригинального, что вы привнесли, и оно заработало? И сработало именно в спектакле, как вы сказали, зажгло актеров, да, трупу? Это вопрос про опыт, да? Да, да. Про разные спектакли. Да, да, да. Я не знаю, это сложный вопрос. Каждый раз, приступая к идее, замыслу, каждый раз, я уверена, любой художник изобретает свой велосипед. Нет, иначе это просто неинтересно. Неинтересно даже собственными наработками постоянно оперировать. Ты каждый раз в поиске находишься. Во-первых, потому что произведение, пьеса или инсценировка имеет свой характер, свою фактуру, свое ощущение рождает от нее. И поэтому каждый раз ты должен искать вот это вот ее качество. И это вдохновляет. Вдохновляет мысли режиссера, который первый откопал уже какой-то камень, уже нырнул в эту реку, ракушку какую-то поднялась на берег, и уже есть ему что-то рассказать про это, кидает тебе эту ракушку, и ты, читая пьесу, привносишь еще что-то туда, то есть вместе все это завязываешь. И каждый раз иногда бывают интересные открытия в плане материалов, фактуры. Даже, возможно, никогда еще в таком качестве их не использовали, насколько я знаю. Да, какие-то вещи, какие-то технические вещи, фактуры. Бывало такое. И это, конечно, тогда ты горд собой очень сильно. Может быть, это даже какие-то мелочи, не так заметно, но это большое удовольствие, когда ты находишь сам что-то новое. Хотя обычно это заметно, если это новое. Ну вот вы сейчас приехали в Астрахань, вы работаете сейчас над мистической постановкой, я бы сказала, за которую, может быть, не всякий взялся бы, кое-кто, может быть, и опасался бы браться за такую постановку. А можете о ней чуть-чуть рассказать? С каким настроением вы к ней приступили? С настроением обнаружить смыслы заново этого произведения. Переосмыслить, вычленить то, что это самое читаемое произведение в России, да? Прочитанное, так скажем. Как я услышала в какой-то статистике. Ну, каждый читает по-своему. Да, но это просто, представляете, большинство людей прочитало его, у каждого своё представление. Визуализировало как-то. Да, естественно, визуализировало. Потом это уже в пространстве, визуализации уже появились и в пространстве тоже, да. Уже есть какое-то представление, как надо. Соответственно, за этим, как мне кажется, начинают затираться важные смыслы. То есть вы будете открывать новые смыслы? Смыслы остаются теми же самыми, просто мы их будем рассматривать под новой призмой, визуальной в том числе. То есть очищать от привычного, чтобы увидеть смыслы, ещё раз их прочувствовать по-новому, но смыслы старые. И чтобы визуальный ряд этому не мешал, а наоборот обострял вопросы. В общем, это мне кажется... То есть нас ждёт какая-то новая картинка, да? Какая-то непривычная атмосфера на сцене в этом спектакле. Да. И к этому нужно быть готовым. Зрителю, если человек, который хочет прийти и увидит привычную историю какую-то, когда он уже смотрел, видел, наблюдал... Будут ли летать на метле, например, да? Он должен быть, я думаю, подготовлен к тому, что это иная история, иной взгляд. И я думаю, что это очень интересно. Уже представлен был проект, сценография. И то, что мы своим коллективом в театре посмотрели, это, конечно, удивительно впечатляет. Смотрите, вот я очень хотела вас с самого начала спросить об инновациях в театре. Ты мастер инсталляции, мы помним, но ты сейчас в театре. И театр, особенно наш драматический театр, которому 200 лет, куда ты заходишь, и там атмосфера. Такая прям вот театральная-театральная. Там ложи, лепнина, светильники, ковры, паркет. И такая вот классика театральная. Как получается эту атмосферу ломать под инновации какие-то, под современность? Нет никакого разлома и так далее. Это свежая кровь. Это абсолютно отличная история, когда... Это же не забывается, какие-то классические постановки. Это все очень органично вплетается. И, во-первых, приходит новый зритель с новым видением. Мы не забываем также и о зрителе, которые любят старые какие-то постановки. Поэтому это все очень гармонично. И театр должен жить, он должен идти в науку. Со временем немножко странное выражение. Но я надеюсь, вы меня понимаете. И поэтому, когда на сцене появляются какие-то интересные формы, это только должно приветствоваться. Потому что есть взгляд под другим ракурсом. Это тоже всегда удивительно. Это волшебство театра в этом состоит. Что мы какие-то вещи, которые привыкли видеть с одной точки зрения, можем посмотреть совершенно с другой точки. Нам надо прерваться на пару минут. Продолжим обязательно этот разговор. Это «Вечерняя Астрахань». Об атмосфере театра мы продолжаем говорить с нашими гостями. У нас в студии главный художник Астраханского драматического театра Марат Джамаледдинов и художник-постановщик Анна Федорова. Не могу не спросить вас о необычных выставках в фойе нашего Астраханского драматического театра. Это тоже какое-то новаторство. Это что-то необычное. Зритель приходит в театр, а там вернисаж. То есть он заходит, и вдруг картины вокруг, и это отдельная экспозиция. По какому принципу формируются вот эти экспозиции? Для чего они вообще в театре? Они как-то перекликаются с темой спектакля, на который пришел зритель? Рассказывайте. Ну, собственно, вы практически все сказали правильно. Дело в том, что когда происходит какое-то крупное либо мероприятие, либо это премьерная история, то хочется, чтобы эта тема перекликалась. Мы приглашаем авторов. Это могут быть и художники, и фотохудожники, которые неким образом по энергетике совпадают. Предположим, у нас премьера спектакля «Братья Карамазовых» очень интересно совпала своей такой внутренней динамикой, внутренними ощущениями с Дианой Арьеей. Это фотохудожница астраханская, достаточно известная, с невероятным видением, с какой-то внутренним видением пространства. И та игра «Света тени», которые были вложены в спектакль, они где-то нашлись и повторились в фотоработах. И поэтому мы сделали этот проект совместно. Я думаю, это было очень удачно. Рады. И я думаю, что мы еще с Дианой будем встречаться. Само пространство драм-театра – это некое волшебство. Я очень люблю небольшое такое вот фойе. Да, там кулуарная обстановочка. Кулуарная, очень удобная. Уютная. Действительно уютная. Наши выставочные – это как пространство, потому что там не только проходят выставки, там и спектакли проходят. Это одно из мест, где происходят действия. То же самое могу сказать, на Новый год у нас проходили праздничные какие-то мероприятия, связанные с елочным периодом. Детские елки для детей. Для детей, да. Ну, мы тоже все из детства, поэтому не только мы с удовольствием взрослые. У вас замечательные елки в драм-театре, замечательные. Я соглашусь, у нас замечательные актеры, которые этими с такой любовью занимались. И могу сказать, что Наталья Макушева предоставила свои работы. Это графическая жилопись, это был большой у нее проект. Ей заказывали открытки в стиле таких ранних советских еще или дореволюционных. Что-то очень теплое, интересное. Милые, очень приятные. Очень милые, да. Наши персонажи. Именно вот российского направления, не западного. То есть понятные детям, да, скажем так. И нашему менталитету российскому. И они были представлены, они очень органично вошли в стены с елкой. Поэтому я думаю, что мы тоже будем сотрудничать. Ну, Елена Косарева, это невероятная художница, которая своей мистикой, какой-то фантасмагоризмом, честно говоря, когда я ее увидел в пространствах Фейсбука, я сразу влюбился в этого мастера. И она у нас тоже была представлена. О планах я могу сказать, что мы хотим сейчас сделать так, чтобы все, дай бог, получилось с работами Такташева. А Шамиль Такташев, это к чему? Вот к мастеру Маргариты? Это вот сейчас как раз, да, есть такой... Такая, надеюсь, возможность появится, объединить, потому что это такой очень мистический. Да. К сожалению, его уже нет в живых. Но есть работы, которые нам хотят предоставить для этого проекта. Я думаю, что это будет очень интересное взаимопроникновение. Зритель, приходя на спектакль, на вашу постановку в «Мастера Маргарита», сможет в фойе увидеть выставку. Да. Работа, картин. Шамиль Такташева, это удивительно. Это нереальный, конечно, художник такого мирового уровня. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Хорошо. О традициях тогда. Вот вы говорите, нововведения, вот эти, вот поиск нового, да, иммерсивные спектакли, инсталляции, выставки вернисажей, фойе театра. За всем этим не потеряется ли традиция в театре? Вот какие традиции на сцене, например, вам, как художнику-постановщику, не хочется отвергать, хочется сохранять, оставлять обязательно? Наверное, прозвучит как-то пафосно и смело, но не знаю, в моем случае. Но основную традицию хочется оставлять, что спектакль – это произведение искусства, а не продукт. Ммм, не индустрия. Да. Эта традиция, мне кажется, самая ценная, что мы можем сохранить и должны. А как это сделать? Вот на уровне Астраханского драматического театра, как это происходит? Это большой вопрос. В смысле вообще в театрах? Как это происходит, да. Как происходит? Это, мне кажется, дело индивидуальное и учителей, может быть, это передача отношения. А публика как-то сохраняет это? Помогает? Публика? Участвует в этом публика? В сохранении традиций? Я обратила внимание… Ну, как правило, публика, она приходит за эмоциями, чтобы оторваться от тем, что… Оставить там повседневность, да? …находится за стенами театра. Ну, и не только театры. Люди погружаются в то пространство. А каким образом это все, да, с каким багажом они уходят, вот это задача художников. У художников вообще, я имею в виду, и художных руководителей и так далее, те, кто работает, потому что, ну, актеры – те же самые художники. Это единый организм. Ну, только средства выразительные другие, да, у них? Ну, так-то вы делаете общее дело, когда работаете над спектаклем. Ну, конечно, все взаимосвязано. Это же просто один единый организм. У меня тогда к вам немножко философский вопрос, уж извините, но не могу тоже не спросить. На ваш взгляд, вот ваше мнение меня интересует. Современный театр, он все-таки несет что больше – развлекательную, познавательную или такую воспитательную миссию? Я надеюсь, что познавательную, потому что вообще театр – это место, где поднимаются вопросы. И это практически во всех спектаклях, да, это то зачем. Дальше уже может быть нагрузка другая, касается сострадательная или развлекательная. Но в целом, мне кажется, это место, где, как и в искусстве, в современном, например, я имею в виду, что живопись, скульптура, другие области. Везде художники всегда задают вопрос, озадачиваются каким-то вопросом, который делят со зрителями. Художники имеют в большом смысле этого слова, широком. И миссия в этом, я думаю. Просто вопрос можно по-разному задавать. И не только в этом, конечно, миссия во многих ответственная за прекрасное. Но для меня, мне кажется, интересно и важно, что театр остается не развлечением, а площадкой, местом, возможностью, где можно размышлять, где есть вопросы, над которыми ты можешь размышлять. Об этом микрокосме человека и как это, то есть какие-то репетиции происходят там. В голове у человека, да? Понимание на тот или иной вопрос, какие-то важные вещи. Да, это погружение в самого себя. Это очень часто звучит, когда люди... Мы идем в театр за самим собой? Очень многие люди для себя что-то открывают. Какие-то дверцы, которые раньше были плотно закрыты, или они боялись туда сами заходить, внутри своего космоса. Поэтому, когда им доносят какие-то, нажимают на некие струны внутри них, это же всегда... Вы посмотрите, с какими глазами выходят люди. Вы никогда не обращали внимания? Посмотрите на глаза людей, которые выходят после спектакля. Это же невероятное ощущение. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня. Необычный взгляд был на театр от вас, от художников. Вам спасибо, что смотрели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!